Весенние ласточки вновь летают по спортивному манежу. 12-й год подряд Туапсинский район на несколько дней становится центром состязания юных акробатов. 1 июня 10-я Новомихайловская детско-юношеская спортивная школа приняла открытый турнир Кубани по спортивной акробатике «Весенние ласточки». Участниками соревнования стали акробаты из станиц, поселков и районов Краснодарского края, а также из Ростова-на-Дону, Ставрополя и Новочеркасска. Наш корреспондент Анастасия Власова наблюдала за ходом состязаний. Сегодня первый день лета, и хотя турнир носит весеннее название, его открытие решили приурочить ко дню защиты детей. Ведь его участники – мальчики и девочки от 7 до 16 лет. В движениях акробатов есть все – грация, красота, гибкость и невероятная сила. Кажется, что они могут летать, и этот турнир тому подтверждение. Свои акробатические умения представляют более 500 юных спортсменов. Это женские, мужские, смешанные пары и группы. Первые цели – это, конечно же, популяризация спортивной акробатики, наведение дружеских связей со всеми городами и станицами Краснодарского края, нашего южнофедерального округа. Сделать сальто, фляг, ронда – для них пустяк. Но за кажущейся легкостью стоят долгие упорные тренировки. Прежде чем выйти на ковер, спортсмен должен пройти подготовку. Так тройка девушек из станицы Северской и Краснодарского края около года готовили свою программу. Главное выступление – не сбиться с ритма, следить за точностью выполнения элементов и в то же время показать артистические способности. Для девушек этот турнир, как и для многих, – возможность в дальнейшем попасть на чемпионаты и первенства России. Нужно трудиться по несколько часов в день, чтобы показывать хороший результат на соревнованиях и получать первые места. И чтобы быть красивым и сильным. Одновременно здесь, в рамках весенних ласточек, уже пятый год проходит соревнование по прыжкам на акробатической дорожке «Морская радуга». Его участники – около ста спортсменов. Элементы, которые выполняют акробаты на состязании, в прямом смысле могут скружить голову. Упражнения прыжковой акробатики состоят из различных переворотов и сальто с вращениями вперед, в сторону и назад. Чтобы подряд выполнить несколько переворотов, необходима сила и координация. Акробатика – это спорт, это интересно, весело, ездишь по странам, по городам. Главное – не нервничать. И тогда, когда ты не нервничаешь, легко поиграть. Сегодня завершится первый день соревнований, но спортсменам рано расслабляться. Впереди еще два дня упорной работы. Торнир продлится до 3 июня. А пока можно пожелать юным акробатам сил, больших побед и новых рекордов.